Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Дауир, фамилия моя Шатержан. Особое приветствие за подписчиками моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такое слово элементарий, в единственном числе элементарий. Что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин элементарий? Итак, элементарий. Большинство людей приходит сильное замешательство, когда речь заходит об элементариях. Фактически же элементарий представляет полураспавшиеся мысли в форме, порождаемые людьми. Чтобы это было легче понять, давайте предположим, что у нас есть магнит. Теперь поднесем магнит близко к куску железа. Железо тут же намагнитится, однако не так сильно, как сам магнит. Это намагниченное железо в чем-то подобной элементарии. Элементарий образуется из эфирной субстанции, который является материалем для всех мыслей форм. Беспорядочные мысли людей намагничивают эфирную субстанцию, в результате чего образуются элементарии. Элементарии, элементарные создания. Необходимо отметить, что многие люди, которые ходят на сеансы и верят в то, что беседуют с духом умершей тетушки Матильды, на самом деле были обмануты элементариями. Элементарии появляются на сеансах, потому что последние дают им шанс сыграть шутку с людьми. Элементарии подобны озорным обезьянокам, однако они глупее обезьянок. Глупее обезьян, да? Одна из опасностей, подстерегающих тех, кто посещает сеанс, заключается в том, что эти мысли формы могут ввести человека в полное заблуждение. Кроме элементарий, конечно же, существуют еще духи природы, однако о них речь была в соответствующей статье. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин элементария. Ну, конечно, представители западного направления в эзотерике есть свое мнение по поводу этого термина, но нам, несомненно, интересно знать, что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин элементария. На этом до свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok